Здравствуйте, друзья! Мы не встречались две недели. За это время в мире недвижимости произошло немало примечательных событий, нашедших отражение на сайте Приан. Остановимся на некоторых. В центре внимания сегодня Болгария, Португалия и острый взгляд Европы на инвестиционные программы гражданства по всему миру. Начнем с Балкан. В Болгарии последние три года недвижимость существенно дорожала. Более того, и в конце 2022-го тенденция продолжалась. Все это было следствием и растущего спроса, и невысоких цен. Они в Болгарии сейчас ниже, чем на других курортах Европы, но уже далеко не те, что в 19-20 годах. Но все-таки разворот случился и здесь. Сделав с недвижимостью и в крупных городах Болгарии, и на побережье, и в горах, становится меньше четвертый квартал подряд. Это данные регистрационного агентства. Динамика по сравнению с прошлым годом не совсем уж безнадежная. Минус 10, минус 20, где-то минус 30 процентов в самых популярных регионах страны. Но важно, она отрицательная. Думаю, мы можем говорить об охлаждении рынка. Надежды владельцев на продолжение активного роста цен этим летом не оправдались. Мы помним, что в прошлом году цены на недвижимость в Болгарии выросли процентов на 20-30 по сравнению с допандемическим периодом. В этом году продавцы пытались пробить верхний уровень прошлогодних цен, но, увы, безуспешно. В настоящее время ожидания продавцов и покупателей расходятся тысяч на 10-15 евро. Поэтому первые сейчас не продают, вторые не покупают. Как результат, в летние месяцы текущего года общее количество сделок на рынке сократилось почти вдвое. Последние годы цены разгоняли во многом сами болгары. Недорогие кредиты, которые 4 года назад начали давать и на курортную недвижимость, стали поводом активно покупать. Но сейчас спрос сократился, и хотя цены официально вниз пока не пошли, скорее всего это произойдет в ближайшие недели и месяцы. Как болгары, так и иностранцы покупают сейчас меньше. Что же касается конкретных центов, например, в заливе Солнечного берега ситуация следующая. Студии владельцы выставляют на продажу за 35-40 тысяч евро, но покупатели ищут студии по цене до 30 тысяч. За двухкомнатные квартиры владельцы просят от 50 тысяч евро и больше, но покупатели предлагают за такое жилье до 40 тысяч. За трехкомнатные продавцы хотят получить 70 тысяч евро и больше, но покупатели готовы платить за такие объекты 55-60 тысяч. Предпосылок к новому росту цен пока что нет. Судя по настроению владельцев продавцов и потенциальных покупателей, можно предположить, что к концу летнего сезона скорее продавцы пойдут на понижение, нежели покупатели станут платить больше. Волнующая новость пришла из Португалии. Премьер-министр страны объявил о скором завершении в нынешнем виде программы выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции. Правда, это в каком-то смысле плохой анекдот. С конца прошлого года по поводу португальской программы, работающей аж 11 лет, было много-много-много спекуляций. Да и сейчас конкретные даты изменений опять не названы. Так что корректнее в данном случае будет все-таки не употреблять слово «завершение». Ведь программа «Золотая виза» остается, но вы не сможете подать заявку через инвестиции в недвижимость, а также через фонды, связанные с недвижимостью. Понятно, что это была с отрывом самая популярная опция, как и в других странах, где работала аналогичная схема. Но все-таки в Португалии альтернативы у инвестора остаются. Это вложение от 500 тысяч евро в фонды венчурного капитала, научную деятельность, проводимую государством или частными организациями. Вложение от 250 тысяч евро на восстановление или сохранение национального культурного наследия. И инвестиции от полумиллиона евро в коммерческое предприятие, которое создаст минимум 5 рабочих мест. Для тех, кто уже подал заявки, важно, что все обращения, которые находятся сейчас в листе ожидания, и еще подаются под действующим правилом, будут рассмотрены. Как долго будет длиться это рассмотрение, правда, совершенно непонятно. Ну а для потенциальных заявителей из России не менее важно, как португальские власти будут относиться к их обращениям в будущем. Ведь поданные в последний год-полтора запросы, в лучшем случае, остаются в листе ожидания. И в продолжении португальской новости Европа начинает тщательнее следить за новыми гражданами стран, где действуют соответствующие иммиграционные программы. Точнее будет сказать, сами страны и их программы попали под наблюдение ЕС. Известно, что престижность и успех таких схем во многом определяется возможностью с новым паспортом ездить по миру без виз, например, в ту же Европу. Соответственно, у Евросоюза есть понятный рычаг давления. Вот чиновники призывают, скажем мягко, страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции, ввести более строгие правила. В частности, не рекламировать безвизовый доступ в ЕС, предлагая купить паспорт. Это одно из требований и пожеланий. А вот другие. Тщательнее проверять заявителей. Причем, по мнению ЕС, проводить проверку должны не местные компании, а фирмы из Европы, США, ну или Великобритании. Далее, проводить собеседование с заявителями, а также отказаться от практики выдачи новых паспортов по почте. И, пожалуй, самое интересное. ЕС предлагает настойчиво увеличить инвестиционный порог для заявителей. Минимум до 200 тысяч долларов на человека, если схема предполагает пожертвование. И минимум 400, если речь идет о покупке недвижимости. Последнее существенно. Например, в большинстве программ Карибских островов финансовые условия сейчас более мягкие. И вот, уже после появления рекомендаций ЕС, власти Сен-Китс объявили о повышении порога входа при вложениях в недвижимость до 400 тысяч. Еще замечу, что паспортных программ в мире не так уж и много, реально работающих около дюжины. И, например, для граждан России большинство из них недоступно, те же карибские, а те, что доступны, египетская, турецкая, вануату, без визы в ЕС сейчас не обещают. Так что россиян прямо эта история вроде как может и не коснется. Но, очевидно, не только россияне вызывают озабоченность в Европе, а то, что мир стал куда более настороженным и замкнутым, это просто факт. Но, кстати, и в старом свете по-прежнему сохраняются возможности получения ВНЖ. Причем я говорю сейчас даже не о золотых визах. Знаете ли вы, например, что покупка недвижимости в Венгрии может приблизить вас к резидентству этой страны, входящей, разумеется, в Евросоюз? Если не знаете, а интерес есть, милости просим на очередной вебинар «Приан». Мы проведем его 10 августа и подробно расскажем, как работает даже не схема, а закон в этой восточноевропейской стране. На этом прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на обновления. Всем мира и безопасности. Встретимся через неделю. Продолжение следует...